Миссионер Джейн Данная часть покажет нам, насколько серия шагнула вперед, мы насладимся саундтреками, атмосферой, а также исследованием огромного для SNES мира. Поехали! Давным-давно, в прекрасном королевстве Херун, окруженном со всех сторон горами и лесами, ходила легенда о всемогущей и всеведущей золотой силе, скрытой в запретных землях. Многие люди пытались попасть туда, но никто не вернулся. Однажды злым силам удалось проникнуть в золотые земли. И тогда король приказал семерым мудрецам закрыть врата, ведущие на территорию золотых земель. Проход должен был закрыться навсегда. Но спустя века, когда эти события превратились в легенду, Таинственный колдун Агахнин прибыл в Херун, чтобы снять печать и открыть врата. Он избавился от короля Херула. С помощью черной магии он захватил потомков семи мудрецов. Судьбоносное время настало для принцессы Зельды. Спаси меня. Спаси меня, пожалуйста. Меня зовут Зельда. Я заключена в темнице замка. Колдун Агахнин что-то сделал со всеми девушками. Только я осталась. Агахнин захватил замок и пытается разрушить печать семи мудрецов. Я в подземелье замка. Пожалуйста, спаси меня. Линк, я отойду ненадолго. К рассвету вернусь. Не вздумай выходить из дома. Ты нашел лампу. С ее помощью можно зажечь факел или осветить себе путь. Тот, кому удастся разыскать потомков семи мудрецов, получит награду 100 рублей. Корон. Линк, я не хотел втягивать тебя в это. Говорил же, оставайся дома. Ну хорошо. Вот, возьми мой меч и щит. Теперь слушай. Нажми и удерживай кнопку B, чтобы сконцентрировать энергию в лезвии. После этого ты сможешь выполнить круговой удар мечом. Линк, у тебя получится. Ты сумеешь спасти принцессу Зельду. Продолжение следует... Продолжение следует... Наверное, полосу depois ветерыхWhoo Продолжение следует... Бух Меллай squared Продолжение следует... 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 Привет, Линк. Когда-то этот дом был убежищем для воров. Как же звали их атамана? А, точно, его звали Незрячий, и он не любил яркий свет. Продолжение следует... Продолжение следует... Кто это? Ах, это ты, Линк. Чем я могу тебе помочь? Староста? Никто его не видел с тех пор, как колдун начал собирать жертву. Что? Меч Героев? Ну, я точно не помню, но давным-давно на этой земле жил и процветал народ, известный как Хилия. Легенды гласят, что они оставили после себя неслыханное сокровище. Одно из них — меч Героев. Этот могущественный клинок может одолеть любого, у кого злое сердце. Люди говорят, что этот меч спрятан глубоко в лесу. Ты понял легенду? Да. Во всяком случае, поищи старосту. В деревне кто-нибудь да знает, где он. Береги себя, Линк. Эй, господин, я смотрю, у вас нет ни одной моей чудо-бутылки. Как же так? Советую сейчас же исправить это упущение и приобрести всего лишь за 100 рупий одну такую бутылку. Ну, как вам мое предложение? Я возьму одну. Отличная покупка. Большое спасибо. А теперь идите и несите ее так, чтобы всем было видно. Хорошо? Отличная сделка. Это чудо-бутылка. Ты можешь положить в нее вещь, чтобы позже использовать ее. Я распродал все бутылки. Приходите позже, хорошо? Эй, это же Линк. Этого парня разыскивают. Солдаты, кто-нибудь? Скорее сюда. Я не могу выйти, потому что заболел. Люди говорят, я подцепил болезнь из-за злого воздуха, исходящего от горы. Это мой сачок для жуков. Я буду пользоваться им, когда мне полегчает. А пока возьми его себе. Тебе дай лисачок. С его помощью можно что-нибудь поймать. Надеюсь, я скоро поправлюсь. Привет, Линк. Прости за внешний вид моего двора. Он немножко зарос. Спасибо, что заглянул и составил мне компанию. Я тебе расскажу одну интересную историю. Существует озеро, в котором живут Зора. У них есть сокровища, превращающие людей в рыбу. Хе-хе-хе-хе. Хотелось бы на него взглянуть. О, Клинк. Ходят слухи, что ты похитил принцессу. Но я в них не верю. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Это чудо-бутылка. Ты можешь положить в нее вещь, чтобы позже использовать ее. Погоди. Я видел ее. Молодая симпатичная девушка была у холмов водопада желаний, где берет свое начало река. Линк, я уверен, ты встретишь ее там. Мой сын очень любил играть на окарине. Но он отправился на поиски золотой силы и до сих пор не вернулся. Интересно, где он сейчас и что поделывает. Привет, Линк. Староста, ты говоришь о дедушке? Хорошо, я скажу, где он, но не говори никому из плохих людей об этом. Он скрывается во дворце замка. Я отмечу место на твоей карте. Вот, пожалуйста. Хм, я чувствую, что у тебя очень интересная судьба. Позволь, я тебе погадаю. Это недорого. Фокус, фокус. Ты найдешь старейшину Сахасрахла. За это я возьму 20 рупий. Надеюсь, с тобой все будет в порядке. Уй, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Уй, ха-ха-ха-ха-ха. Да, Линк. Я поссорился со своим младшим братом и замуровал дверь в его комнату. Итак, дверь снова открыта. Хорошо, хорошо. Возможно, мне стоит поговорить со своим братом. Эй, Линк, ты пришел из комнаты моего старшего брата? Он все еще сердится на меня. Если тебе удастся добраться до финиша за 15 секунд, мы дадим тебе кое-что ценное. На старт, внимание, марш! Хватит читать всякие надписи и немедленно иди выполнять свое задание. Твое время 0 минут 8 секунд. Тебе удалось! Поздравляю! За это я подарю тебе часть сердца. За 20 рупий я позволю тебе открыть один из моих сундуков. И ты сможешь взять то, что там лежит. Что ты думаешь делать? Открыть сундук. Отлично! Открывай приглянувшийся сундук. Ты больше не сможешь открыть сундуки. Игра окончена. Я исцелю твои раны и прогоню усталость. Закрой глаза и расслабься. Закрой глаза и расслабься. В ту сторону волшебная лавка «Водопад желаний». Добро пожаловать в волшебную лавку. Неподалеку «Водопад желаний». Запах гнилого фрукта. Если ты отдашь мне этот гриб, я смогу приготовить свое зелье. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Спасибо, молодой человек. Приходи еще в мой магазин. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Это волшебный порошок. Попробуй посыпать его на врагов и другие вещи. В ту сторону. Озеро Хилия. Лавка. Да, я Сахасрахла. Староста деревни и потомок семи мудрецов. Неужели? Линк, я удивлен, что такой юнец, как ты, ищет меч, сокрушающий зло. Не каждому дано владеть им. Бытует легенда, что только герой, который соберет три кулона, сможет управиться с этим мечом. Ты точно хочешь найти его? Да. Хорошо. В качестве испытания ты должен принести мне кулон храбрости из Восточного Дворца. Если справишься, я расскажу тебе больше о легенде и дам магический артефакт. А теперь вступай во дворец. Продолжение следует... 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 Ты раздобыл кулон храбрости... Отнеси его сахасрахле... Продолжение следует... 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 Не могу поверить, ты догнал меня! С такой скоростью ты мог бы легко похитить принцессу! Хотя... Вроде бы ты не похож на плохого парня. В любом случае, с такими быстрыми ногами можно лихо сбивать многие вещи. Например, иногда на деревьях висят очень полезные вещи. Попробуй разок, ладно? Ты встретил дедушку? Если все плохие люди уйдут, то он возвратится в деревню. Ты нашел книгу Мидоры. Она написана на древнем языке Хилия. У нас естьر косты! Если он мечтал парней, то я считаю, он hour спираль помощи и Продолжение следует... 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 Ты поймал пчелу! Ты нашел ледяной жезл! Он наносит магический удар холодом. Следи за шкалой маны. Субтитры делал DimaTorzok 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 Эй! Говорят, что в рыбе содержатся такие вещества, благодаря которым можно стать умнее. Дай мне свою рыбу взамен на эту вещицу, хорошо? Рукам? Продолжение следует... В ту сторону загадочная пустыня. Не обращайте внимания, это всего-навсего обычный человек средних лет, стоящий около таблички. Не тревожьте его. Продолжение следует... Ага, это книга Мидоры. С ней ты сможешь понимать язык народа Хилья. Продолжение следует... Продолжение следует... Чтобы открыть путь, загадай желание и оно исполнится. Продолжение следует... 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 Рядом находится водопад желаний... Продолжение следует... 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 Привет, это ты бросил? Да, люблю честных людей. Взамен я дам тебе кое-что получше. Твой щит стал лучше. Теперь можно прикрываться от шаровых молний. Привет, это ты бросил? Да. Люблю честных людей. Взамен я дам тебе кое-что получше. Ты получил волшебный бумеранг. Ты можешь бросать его намного дальше и быстрее, чем прежний. Продолжение следует... Фонтан счастья. Бросьте несколько рупий, и все ваши желания осуществятся. Бросишь несколько рупий? Бросить немного. Сколько рупий ты бросишь? 20 рупий. Твое счастье увеличилось на 20 рупий. Ты получил 20 рупий. И на шаг привлезился к счастью. Сегодня тебя ждет... Везение. Твое счастье увеличилось на 20 рупий. Я могу исполнить твое желание. Я хочу больше бомб. Тогда я увеличу твою выносливость, так что ты сможешь нести максимум 15 бомб. Это самое малое, что я могу для тебя сделать. Я могу исполнить твое желание. Я хочу носить больше стрел. Тогда я увеличу твою выносливость, так что ты сможешь нести максимум 35 стрел. Это самое малое, что я могу для тебя сделать. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Девушки отдыхают 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 Другие потомки семи мудрецов скрываются от приспешников колдуна Ты должен разыскать их Я чувствую, что у тебя очень интересная судьба Позволь я тебе погадаю Это недорого Фокус, фокус Даже могущественный меч героя не сможет нанести вред колдуну За это я возьму 15 рупий Надеюсь, с тобой все будет в порядке Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Могу я помочь тебе? Выбери себе вещь по душе Выбери себе вещь по душе Цены указаны Девушки отдыхают Девушки отдыхают Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Невероятно! У тебя, наконец, все три кулона! Скорее, иди в забытый лес! Если ты истинный герой, меч обязательно выберет тебя! Возьми эти три кулона и иди в забытый лес! Меч героев ждет тебя там! Линк, ты изумителен! Я так и знала, что в тебе скрыт настоящий герой! Теперь тебе нужно получить меч героев! Я уверена, тебе удастся победить колдуна! Я так и знала! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сахасрахла говорит с тобой с помощью телепатии. Линк, это изумительно! Тебе удалось добыть меч героев, который может победить зло! Я верю, что с этим сияющим клинком ты сможешь одолеть темного колдуна! Судьба этого мира в твоих руках! Вперёд, Линк! Линк, помоги! Солдаты идут к храму! Лунная жемчужина защитит тебя от волшебного воздуха золотой земли! Так, что ты не потеряешь там свой человеческий облик! Это всё, что я могу сделать для тебя! Отдохни немного! Возвращайся в любое время! Ух ты! Твой облик не изменился! У тебя есть лунная жемчужина, да? Так значит, ты не изменился! И ты выглядишь так, как ты выглядишь! Подставь меч героя, и ты получишь магию эфира! Это небесный медальон! Его магия контролирует атмосферу и полярные ветра! Следи за шкалой маны! Линк, слишком поздно! Я не смог! Зельда! Солдаты похитили её! Они забрали принцессу в замок! Ты должен найти Зельду, пока колдун не привёл в действие своё волшебство! Пожалуйста! Ты наша последняя надежда! Я слишком стар, чтобы сражаться! Поэтому я возлагаю надежды на тебя! Да! Поехали! Продолжение следует... 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 Хе-хе-хе-хе-хе... Я надеялся, что ты увидишь исчезновение Зельды своими глазами... Смотри, последние минуты принцессы Зельды... Продолжение следует... 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 Неплохо! Этого следовало ожидать от такого героя, как ты! Но я еще не готов потерпеть поражение! Я отправлю тебя в мир тьмы! Продолжение следует... Колдуну удалось снять печать Семи Мудрецов и открыть врата, соединяющие миры! Для того, чтобы спасти мир света, ты должен вернуть золотую силу и спасти семь дев, которых Агахним отправил в мир тьмы! Эти девы — потомки Семи Мудрецов, и у них есть сила, которая может помочь тебе! Девушки заточены в темницах, наполненных ужасными созданиями и опасными ловушками! Первонаперво отправляйся во дворец тьмы! Линк, я могу надеяться только на тебя! Пожалуйста, спаси всех нас! Я умоляю тебя! Пожалуйста! Субтитры подогналיק! Пуп 아니에요! Продолжение следует... 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 Привет! Я расскажу тебе полезную историю всего за 20 рупий. Ну, что скажешь? Заплатить. Ого, спасибо! Поговаривают, что около озера у истока реки есть выложенный камнями маленький круг. Не знаю, что случится. Ну, думаю, будет забавно бросить в него что-нибудь. Хе-хе, убедись сам! Поговаривают. Продолжение следует... Продолжение следует... Ладно, уже слишком поздно. Все равно она будет принадлежать первому, кто прикоснется к ней. Человек, который приходил раньше, потребовал от золотой силы изменить этот мир. Его сердце было наполнено злом. Да, я прибыл сюда из-за своей жадности и получил по заслугам. Посмотри, что случилось со мной. Восстановить золотую землю может только человек, достойный золотой силы. С ее помощью он победит того, кто создал это место. До этого времени мне придется находиться в этой странной форме. Что за ужасные вещи сотворила эта злая сила? Золотая сила. Символ триединства. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ки ки ки! Если ты мне дашь 100 рупий, я открою для тебя проход! И что ты будешь делать? Попросить открыть? Отлично! Тогда дай мне 100 рубий! Продолжение следует... Линк, ты слышишь меня? Это я, Зельда! Меня заточили на вершине горы смерти в скале черепахи! Я знаю, ты делаешь все, что в твоих силах! Но, пожалуйста, поторопись! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Ты нашел волшебный молок Им можно забивать деревянные брусья в землю Ты можешь использовать его и для других вещей Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Этот мир назывался раньше Золотой Землей, местом, где был скрыт символ Триединства, но потом Ганон, предводитель воров, захотел изменить его. Я уверена, что он легко покорит мир света после того, как накопит достаточно сил. Он хочет открыть большой портал между мирами, где-то в замке, используя нашу энергию, но портал еще не открыт полностью. Если мы, семь дев, соберемся вместе, то сумеем воздвигнуть барьер вокруг портала Ганона. Я скажу тебе, где заключены остальные девушки. Я верю, что тебе удастся уничтожить Ганона. Тогда я смогу принять свою истинную форму. Ты все понял? Да. Путь героя ведет к символу Триединства. Путь героя ведет к символу. В ту сторону лавка бомб. 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 Ух, это же Акарина! Её музыка обладает таинственной силой! Спасибо тебе, Линк, но похоже мне не получится сыграть на своей Акарине. Пожалуйста, возьми её. Если когда-нибудь попадёшь в деревню, откуда я родом, не мог бы ты отдать мою Акарину усталому пожилому мужчине? Уверен, ты его найдёшь. Я теряю сознание. Пожалуйста, позволь услышать звучание моей Акарины в последний раз. Субтитры создавал DimaTorzok Приветствую вас, мирный путник. Наверное, вы отличный стрелок. Хотите опробовать свои навыки в стрельбе? Я дам вам 5 выстрелов за 20 рупий. Если вы такой меткий, как я думаю, то без труда отыграете свои деньги. Что скажете, незнакомец? Играть. Так, цельтесь тщательней. Готовы? Начинайте! Субтитры создавал DimaTorzok Хотите ещё пострелять? Ну, дружок, развернись и иди тем же путём, что пришёл. До скорой встречи! Всего хорошего! Добро пожаловать на поле сокровищ. Правила этой игры такие. Нужно за 30 секунд выкопать как можно больше сокровищ. Всё, что ты найдёшь, будет твоим. Игра стоит 80 рупий. Что скажешь? Хочу покопать. Тогда я дам тебе лопату. Как только ты её возьмёшь, начинай копать. Субтитры создавал DimaTorzok Ладно, время вышло. Игра закончена. Приходи ещё. Всего доброго. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ах, это же Аккарина моего сына. Ты встретил моего сына. Где он? С ним всё в порядке. Ох, по твоему взгляду всё понятно. Не мог бы ты сыграть эту чудесную мелодию для птицы на деревенской площади. Пожалуйста, я умоляю тебя. Мой сын хотел бы этого. Как я хочу ещё хоть разок его увидеть. Субтитры создал DimaTorzok 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 Если бы мой напарник не потерялся, мы смогли бы закалить твой меч в два счёта. Но сейчас, увы, я ничем не могу тебе помочь. Субтитры создал DimaTorzok Эй, какого чёрта ты разбудил меня от глубокого тёмного сна? Большое спасибо, сэр! Я это просто так не оставлю. Готовься, буду мстить! Эээ, с тобой всё в порядке, сэр? Эээ, ты позабавил меня своей неудачей! За это твоя магическая сила уменьшится наполовину! Ну, поздравляю! Как бы ты ни старался, ничего у тебя не получится! Всего доброго! Ещё увидимся! Я чувствую, что у тебя очень интересная судьба! Позволь, я тебе погадаю! Это недорого! Фокус, фокус! Ты встретишь странного мужчину, стоящего в пустыне! За это я возьму 15 рублей! Надеюсь, с тобой всё будет в порядке! Уи! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! ООООО! Продолжение следует... 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 Ничего себе, я не видел нормального человека уже несколько сотен лет. Давай немного поговорим. Ты знаешь о статуе Гаргульи в деревне? Люди говорят, что слышали девочку, умолящую о помощи из-под статуи. Странная история. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это плащ-невидимка. Надевая его, можно становиться невидимым. Следи за шкалой маны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Привет! Я расскажу тебе полезную историю. Всего за 20 рублей. Ну что скажешь? Заплатить. Ха! Спасибо! По правде говоря, я нашел пирамиду с изумительной внутренней отделкой, но кто-то запечатал дверь. Говорят, обычная бомба бесполезна. Продолжение следует... Я отдам часть сердца тому, кто носит плащ. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...